Отчет о реализации жилищных программ в 2012 году народные избранники заслушали одним из первых на февральском заседании постоянных депутатских комиссий. По общему мнению депутатского корпуса и муниципальных чиновников, эти программы сегодня работают хорошо. Подробности у Ирины Потехиной. В 2012 году почти 800 ноябрьских семей из аварийных, съемных или тесных квартир переехали в большие и благоустроенные. Эту возможность люди получили благодаря участию в различных жилищных программах, которых в ноябрьске на сегодня действует пять. Стабильно и со стабильно высоким результатом, по мнению специалистов, отработана программа, поддерживающая молодые семьи. Здесь софинансирование федерального окружного и местного бюджетов позволило выделить на 449 семей 325 миллионов рублей. Также на хорошем уровне уже не первый год реализуется муниципальная программа по переселению из ветхого аварийного жилья. Но особой администрацией отмечена новая муниципальная целевая программа для многодетных семей. Созданная совсем недавно, она уже дала результат. Для нас это тоже положительная тенденция, потому что, наверное, все депутаты помнят, как мы в конце года, в декабре месяце принимали муниципальную программу по обеспечению семей многодетных. И вот уже из 9 заявленных многодетных семей мы по нашей программе, которую разработали в экстренном порядке, тогда выделяли денежные средства, мы обеспечили всех, да, Юлия Леонтьевна, правильно я говорю, и из них 7 семей многодетных, которые имеют деток-инвалидов. Для нас это очень хороший показатель. Отметив положительную тенденцию в реализации жилищных программ в последние годы, депутаты высказались за то, чтобы на территории Ноябрьска наладить строительство быстро возводимых индивидуальных деревянных домов. Ранее эта идея уже озвучивалась чиновниками, и вот теперь народные избранники считают, что это позволит быстрее решить в городе самый наболевший жилищный вопрос. Если это будет целевая программа, то банки будут заинтересованы в выдаче ипотечного кредита, а сейчас вот они под индивидуальные там проекты не готовы дилетовать, потому что большие риски, все-таки деревянные средства. А если это будет, в принципе, застраховано, все, и нормальная программа, то это выход из положения. Это в разу дешевле и быстрее. Далее депутаты перешли ко второму и тоже одному из самых острых городских вопросов. Коммунальная инфраструктура Ноябрьска подверглась тщательному анализу специалистов Тюменской аудиторской компании, в результате которого появился документ, который городу обошелся в 12 миллионов рублей, и в котором на 400 страницах детально расписано, что, где и на какую сумму надо сделать, чтобы тепловода, электро и газовые сети, а также другие коммунальные системы Ноябрьска работали как часы. После того, как будет согласована и утверждена программа комплексного развития города, дальше для реализации этой программы будет необходимо выносить на утверждение технические задания на разработку инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, и в каждой инвестиционной программе все мероприятия, которые вошли в ПКР, будут уже конкретизированы, точно оценены по источникам финансирования и приняты к реализации. План действий или мероприятий, коих в документе 220, разбит на три пятилетки и включает в себя в том числе строительство новых котельных, трубопроводов, электроподстанций и так далее. А общая стоимость такого комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры перевалила за 33 миллиона рублей. Для сравнения, это примерно три городских бюджета. А для справки, не за горами тот день, когда коммунальные сети города могут стать объектом приватизации и перейти в частные руки. В свете этого депутаты заинтересовались, откуда брать такую гигантскую сумму и будет ли частник руководствоваться этим документом. То есть, если придет собственник на эти сети, будет руководствоваться этой программой в развитии коммунальной инфраструктуры, или у него будет своя программа инвестиционная, это во-первых, а во-вторых, источник тоже будет другой. Сегодня мы с вами определили ту сумму, которая нам нужна для коммунального развития нашего города. Мы понимаем, что это порядка 300 миллиардов, да, эта сумма, поэтому... Ой, 30 миллиардов, простите. А второй вопрос, кто будет инвестировать, я думаю, что эта тема уже будет обсуждаема и совместно с департаментом лично-коммунального хозяйства ЕНАО, потому что у нас с вами этих денег нет, мы с вами это тоже знаем. Но, тем не менее, мы знаем, что нам надо и какая сумма нужна на модернизацию нашего города. Так или иначе, но наличие этого документа сегодня требует федеральное законодательство, а наша изношенная коммунальная инфраструктура требует финансовых вливаний и ремонта. И этот программный документ – только инструкция по применению больших денег для решения больших наболевших вопросов. Светлана Гражданкина, Ирина Потехина, Антон Владимиров. Новости нашего города.